Более 500 уникальных предметов 16-18-18 веков. Фрагменты обуви, одежды, деревянные утвари пополнят фонды Пустозерского музея. Там приступили к обработке археологической коллекции 2015 года, которую в прошлом году проводили археологи из Нефтьюганска Сергей и Светлана Пархимовичи. Напомню, что во время экспедиции было выработано 64 квадратных метра раскопа, пройдено 6 слоев земли, угля и щепы. Все предметы археологи обнаружили в слое вечной мерзлоты. Благодаря этому факту они хорошо сохранились. Это фрагменты обуви, это несколько типов каблуков. Такие каблуки достаточно часто встречаются на территории Пустозерского городища. Изящно вырезанная голова фигурки медведя. Вероятно, это была какая-то игрушка детская. К сожалению, сам медведь исследователям не попался, но голова. Также шахматная фигурка. Опять же, тот же Сергей Григорьевич Пархимович указывает на то, что в Мангазее таких фигурок попадалось бесчисленное множество. То есть люди, помимо занятия промыслом, хозяйством, имели все-таки какой-то досуг и проводили его за весьма интеллектуальными занятиями. Шахматные фигуры, фрагменты обуви, игрушки, а также предметы промысла. Занятия охотой и рыболовством подтверждаются находками деревянными и берестяными поплавками от сетей, планкой лука, сторожком от ловушки и томарами, стрелами, ступыми наконечниками, предназначенными для добычи пушных зверьков. Деревянные томары широко использовались в пушном промысле, потому что не портили ценную шкурку, но при этом требовали от охотника особой меткости и ловкости. Это первые томары в коллекции музея. Из прочих находок следует также отметить две счетные деревянные палочки, на которых нарезками отмечалось количество товаров или дни.